Андрей, здравствуйте. Приветствую. Меня зовут Егоров Максим. Я к вам прилетел из Краснодара, чтобы лично пообщаться и задать те вопросы, которые интересуют обычных людей. Не таких, которые в сфере бизнеса уже вращаются, а обычных людей, таких как я, которые именно идут чисто на доверие в профессионалов. Здесь сидят и профессионалы, конечно, кто знает уже это все. Так как мы очень много теряли денег, очень много, и у нас, соответственно, складывается у людей, обычно у человека складывается такое мнение, что все жулики одни. И здесь тоже собираются очень часто жулики одни. И поэтому, я думаю, вы понимаете эти вопросы. Скажите, пожалуйста, насколько вы честный, порядочный человек? Ну, думаю, если я скажу сам о себе, что я честный и порядочный, это тоже хорошо, надо любить себя. Я тоже себя люблю в первую очередь. Я скажу, что я честный и порядочный, но лучше пускай дела показывают, честный я и порядочный или нет. И второй момент, люди, которые работают со мной. Потому что лучше, чем они, никто не скажет. Поэтому лучше задать вопрос тогда честный и порядочный у них, там у этих людей. И желательно, может быть, не у ближайшего окружения. А у дальнего, там, допустим, может быть, какие-то наши начинающие партнеры, которые с нами год отработали. Вот лучше у них. Ну и второй момент, что такое понятие честности и порядочности. Это такая философская вещь, потому что ни один человек, даже жулик, не скажет, что он непорядочный. Вы согласитесь, да? А дела, которые человек делает, его уже характеризуют. Так вот, почему люди теряют деньги? Вы сказали, теряют деньги. Я тоже терял деньги. Я потерял, пока учился инвестированию, примерно 200 тысяч долларов. И примерно 15 лет моего опыта ушло для того, чтобы разобрать, где нормальные компании, где ненормальные компании. И вот гарантия сохранности денег – это, в первую очередь, знание. Почему я все время открыл Академию частного инвестора? Чтобы донести людям знания об инвестировании. Когда ты все знаешь об инвестировании. Когда ты можешь свободно откорректировать компанию, оттестировать, что это за компания. Жулики, либо не жулики. Как жулика можно понять? Все компании вроде бы нормальные. Они вроде бы говорят хорошие вещи. Но есть методы тестирования компании, которые мы рассматриваем у нас в Академии. И вот тогда ты уже понимаешь, если эта компания более высокорисковая, сама компания. И плюс еще инструменты предлагают высокорисковые. Значит, нужно просто понимать, какое количество денег туда нужно инвестировать. Есть компании гарантированные, но есть инструменты высокорисковые. К примеру, есть брокеры фондового рынка любой страны. С одной стороны, любой брокер и фондовая биржа являются высокорисковой. Их инструменты высокорисковые. Почему? Потому что можно потерять до 95% своих вложенных средств. Но так как фондовый рынок и компании являются участниками фондового рынка, значит они гарантированы. И плюс есть еще правильный ресурс, когда ты вкладываешься в компанию, которая находится где-то на офшоре. Хотя мы тоже на офшоре находимся. И есть компании, которые находятся в стране. И не всегда те компании, которые регулируются законодательством, они более, скажем, гарантированные или честные по отношению к инвестору, чем те, которые находятся где-то за рубежом, на офшоре или на других каких-то юрисдикциях. Поэтому, в первую очередь, это знание. Если у человека есть знание, тогда он никогда не потеряет свои деньги. Второй вопрос, почему люди теряют деньги? Из-за жадности. Это одно из правил частного инвестора. Жадность ведет к разорению. Жадность и лень. Нужно всегда работать над инвестиционным мышлением, над стратегией инвестирования и изучать постоянно, что такое инвестирование. Я имею большой опыт в инвестировании, но я всегда сегодня изучаю, что такое инвестирование. Какие есть новые методики разных направлений, где, в первую очередь, я буду защищать свой собственный капитал и капитал тех людей, которые вкладываются в наш фонд. Когда вырабатывается правильная политика в компании, высокая степень диверсификации рисков, тогда деньги в компании не теряются. Но второй важный момент, мы не просто хотим людям предложить какие-то возможности инвестиционные. Наша главная цель, чтобы каждый человек стал квалифицированным инвестором. Это первое. А второе, есть такое понятие постоянный инвестор из 5 уровней инвесторов. Чтобы он был постоянный. Потому что постоянный инвестор, он никогда деньги не теряет. Он уже знает, сколько вложить в какой сегмент, в какое направление. Туда, может быть, от своего капитала вложить 3%. Туда, в какой-то более гарантированный сектор, может быть, 15%. Но не более 50% нужно вкладывать в какой-то сегмент рынка. Обычно люди, которые теряют все деньги, они вкладываются в высокорисковые компании. Раз. Высокорисковые инструменты. Два. И третье. Они вкладывают еще и практически все свои деньги. Это три. Естественно, они теряют. Потому что даже взять, к примеру, банковский депозит. Либо недвижимость считается самой гарантированной. Я родом с Донбасса. И огромное количество недвижимости там стоит, которая сегодня бесхозная. Без окон, без дверей. Поэтому всякие катаклизмы. Приступают. Банки. Они банкротятся. У них забирают лицензию. У меня есть некоторые банки, которые должны иметь деньги. Уже там где-то около четырех лет. И что ты сделаешь? У них лицензию отобрали. Понимаете, да? Поэтому гарантия сохранности денег, это понимание, как составить инвестиционный портфель. И как сбалансировать свои активы, которые там есть. Когда человек это понимает, это гарантия того, что он деньги никогда не потеряет. У него деньги только будет приумножать. Ответил на вопрос? Угу. Угу. То есть, получается, отсюда вывод можно сделать, что если приходит обычный человек, он инвестирует даже в вашу компанию средства. Понятно, что у вас диверсификация идет. Но инвестируя в вашу компанию, это для него будет как один сегмент. Ну, фактически, да. Но он инвестирует не в нашу компанию, а он инвестирует в образовательные курсы, в свое знание, в первую очередь, инвестирует в себя. Он получает два в одном. То есть, он получает образовательное направление, курсы, где мы обучаем, как сохранять и приумножать свои уже заработанные деньги. А бонусом мы даем возможность участия в глобальном инвестиционном портфеле. Это все равно, если бы вы учились, предположим, в какой-то академии финансовой, а вам бы давали еще акции Спербанка, Альфа-банка, ВТБ-банка. То есть, ты финансист, выходишь, и у тебя еще акции. Либо ты учишься на какого-нибудь инженера-железодорожника, а тебе компания РЖД дает еще акции. Вот мы сделали такую интересную вещь, когда наша главная задача – это просвещение населения по финансовому и инвестиционному их грамотности, чтобы люди были образованными. И за то, что люди оплачивают, в первую очередь инвестируют в себя, в свои знания, мы еще даем подаркам, бонусам. Это вот такие возможности участия в глобальном инвестиционном портфеле и быть совладельцами многих компаний, куда мы вкладываемся как компания. Что может повлиять, что люди, инвестировав, ставив вашими партнерами, что может повлиять на то, что все пойдет не так, как… Я отвечу, наверное, словами Роберта Киосаки. Когда-то ему задали вопрос, он хорошо относится к сетевому бизнесу, к многоуровневому бизнесу. Создали вопрос, что если бы вы все бы потеряли, весь свой капитал, чем бы вы занялись в первую очередь? Он тогда сказал такую фразу замечательную. Он говорит, я профессиональный инвестор, потерять все я не могу, ну никак. Потому что профессионального инвестора, у него сбалансированные активы и все потерять невозможно, даже если экономика вся мировая идет на нет. Есть такие инструменты диверсификации рисков, которые вырастают в два раза больше, чем падает какая-то акция. Ну, к примеру, падает какая-то акция, а с помощью этих инструментов можно в два раза больше заработать. То есть и профессиональные инвесторы все это знают. Более того, профессиональные инвесторы знают, как на падающем рынке зарабатывать. Понимаете? Так вот, Роберт Акиосаки сказал такую вещь интересную, что потерять невозможно. То есть я профессиональный инвестор, я же не начинающий инвестор, который там вложил свои деньги, он там копил-копил 200 тысяч всю жизнь, а потом решил вложить куда-то, да, в какую-то компанию. У меня, говорит, разноплановые инвестиции, диверсификация идет. Но если даже допустить, что вдруг, говорит, я все потеряю, я пойду, говорит, тогда в многоуровневый бизнес, там заработаю первый миллион, начну его инвестировать и сразу же опять верну все свои капиталы. Поэтому потерять, допустим, то, что у нас что-то пойдет не так, это вообще исключено. Я объясню почему. У нас сегодня почти 60 компаний в мире, заметьте. И средства так правильно распределены, что если вдруг у нас в России что-то пойдет не так, ну, к примеру, в России, да, так извините, у нас в России только 12 компаний, а остальные компании у нас в тех странах, где мы работаем, вдруг, ну, во-первых, не может закрыться все компании в мире. Это 100%, потому что эти компании наших лидеров, наших партнеров, которые ведут деятельность, и мы через эти компании инвестируем в интересные инструменты, да. Второй момент, что может пойти еще не так, да, если вдруг, ну, действительно экономический коллапс произойдет. Но сегодня не 2008 год, сегодня уже крипторынок полностью расправил плечи, можно так сказать, да. А так как мы вкладываемся еще и в крипторынок, то, значит, если вся экономика пойдет вниз, то все начнут свои средства вкладывать в крипторынок. Значит, крипторынок и криптовалюта начнут расти в цене. Если даже допустить, что заблокировали криптовалюту, самый худший вариант, да. А еще худший вариант, давайте посмотрим, что интернет исчез во всем мире, все, вот, коллапс такой интернета нету, да. Полностью нету. Свет отключения. Ну, может такой вариант, ну, допустить можно же, да. Хотя это из области фантастики сегодня, но давайте допустим, что вдруг это произошло. Но мы же вкладываемся еще в такие направления инновационные, которые, они нужны, и они будут внедряться тогда еще с большей скоростью. И эти направления, а у нас в этих направлениях есть активы, которые дадут просто сумасшедший рост. Поэтому мы, как профессиональная команда инвесторов, мы так раскладываем наши, грубо говоря, вот если не хранить все яйца в одной корзине, да, так раскладываем свои яйца, что они не просто в корзине, да. А в каждой корзинке есть еще корзинки, где много яиц. Ну, то есть это называется полный портфель. Что такое правильный портфель, когда в одном направлении, в сегменте должно быть сосредоточено не более, ну, скажем там, 5-7 процентов. Можно задать вопрос, так вот если 5-7 процентов, а у нас 50 процентов в Skyway инвестировано. Так Skyway в данном случае для нас является не высокорисковым и не ликвидным инструментом, а для нас, как для фонда, он является инструментом высоколиквидным. Мы в любой момент, в любой момент, да, можем все эти акции, которые есть у фонда, в любой момент мы всегда можем продать. Кому? Первое, тем компаниям, которые сегодня заинтересованы в продаже. Второе, партнеры, с которыми мы строим сеть. И третья гарантия нашего того, что пойдет что-то не так, что невозможно, чтобы пошло что-то не так, это то, что мы выбрали систему работы нетрадиционным способом, хотя я не знаю, почему называют до сих пор нетрадиционным способом многоуровневый бизнес, ему 70 лет, да, но тем не менее он называет нетрадиционный способ. Так вот мы выбрали в глазах там всей общественности, бизнес общественности, нетрадиционный способ работы с нашими клиентами, это многоуровневый маркетинг. А многоуровневый маркетинг замечено, когда начинаются кризисы в какой-либо стране или вообще в экономике в мире, очень быстро начинают расти сети. Доказательства 2008 года. MLM бизнес в США во всем мире начал киснуть. Почему? Ну появился рынок недвижимости, рынок бизнеса и тут вдруг просадка по всем рынкам пошла в 2008 году. И что мы заметили? Компания Amway выросла по-сумасшедшему в дистрибьюторской сети. Компании Herbalife, а это именитые компании, которым Гамвэю 70 лет, Herbalife там с 80-го года сколько сейчас, уже это почти 40 лет, да, будет, 50 лет будет. Далее компании, которые по 20, по 10, по 15 лет и показали свое, скажем так, лицо, что они за это все время не упали, а выросли. Эти компании обросли огромным количеством новых дистрибьюторов, новых партнеров. Так как мы используем многоуровневую сеть в нашей работе, то есть мы даем возможности людям с нами работать по многоуровневой системе, то если вдруг допустить наступит коллапс, то мы вырастим по-сумасшедшему. Почему? Потому что мы практически единственная компания и первая компания в мире, которая дает возможность людям работать с нами по системе многоуровневого краудинвестинга. То есть мы даем возможность и заработать деньги через многоуровневый бизнес, и даем людям возможность стать соинвесторами разных проектов, куда мы вкладываемся. Поэтому то, что Максиму задали вопрос, что если вдруг что-то пойдет не так, для нас это вообще не критично, и это наоборот будет точка роста, если вдруг что-то пойдет не так в экономике мировой. А то, что у нас пойдет не так, вот даже если, просто самый тоже еще вопрос, потому что любой бизнес держится на руководителя. Если даже сегодня вдруг я улечу на Марс, ну к примеру, меня исчез я там, может быть на 20 лет, на 10 лет или вообще исчез, то у меня создана команда сегодня, которая без меня сегодня все хорошо делает. Есть президентский совет, есть огромное количество компаний, которые сто процентов знают, как продолжить это дело. И простое вам доказательство, что это будет работать и у нас, это компания Herbalife. Марк Хьюз ушел, кажется, в 2001 или 2002 году, это президент компании, основатель компании Herbalife. Компания Herbalife только растет и процветает, она не упала, она во всем мире, да, она там перебрендировалась немножко, но тем не менее она растет и процветает, посмотрите ее объемы за последние 10 лет. А Марк Хьюза уже нету там почти вот сколько, да, там 15 лет или больше даже, или 20. То есть если не станет вдруг вас, то есть все будет работать? Конечно будет работать, потому что вот есть Дмитрий, наш еще пока не топ-лидер такой компании, да, но даже он потянет полностью там всю Россию, он знает, что делать. Дима очень образованный, я в нем влюбился. А когда будет топ-лидером и войдет в президентский совет, то он еще больше сделает. Он сейчас много делает для развития России, бывших стран СНГ, поэтому все наши лидеры, они знают, что делать. Это одна из главных задач — вырастить себе, скажем, поколение, которое, ну в случае, если что-то действительно, что-то произойдет, ну мало ли что может в жизни произойти всегда, да. Ну я еще верю в такие вещи, как реинкарнация, я верю в вещи, когда душа уходит, она может оттуда диктовать еще там через сны. Поэтому не переживайте, даже если я улечу на Марс, оттуда будем общаться, да. Ну я верю в эти вещи, кто-то, конечно, не верит, но я в эти вещи верю. Максим, может, позволишь твоей коллеге задать какие-то вопросы? Конечно, конечно. Спасибо. Елена, расскажите чуть о себе и потом вопросы. Ну я тоже очень рада, что попала на такую неожиданную встречу, на приятную встречу. На самом деле меня пригласил и Максим, и Дмитрий. Очень неожиданная была встреча, очень неожиданное предложение. Но поскольку я в сфере банковского бизнеса проработала больше 25 лет, и всегда мои клиенты всегда спрашивали, а почему вы нам ничего другого не предлагаете? Почему все время стандартные какие-то схемы? Почему все время вклады, которые там сегодня не дают никакой особо доходности, то есть инфляция минус ставка, которую предлагают сейчас банки, естественно, она не особо привлекательная. Плюс на самом деле сейчас очень много отзывов лицензии, и того агентства страхования вкладов, которое сформировано при Центральном банке, естественно, не хватает. На всех денег не хватает. Миллион четыреста, положил пять и возьмешь миллион четыреста. И всегда клиенты задают вопрос, а почему? Куда я должен вложить свои деньги? Куда я должен разместить свои инвестиции? Особенно юрлица тоже спрашивают, какой бизнес? И на самом деле я предварительно ознакомилась с вашей информацией, с вашей компанией и очень удивилась, потому что на самом деле краунд инвестинг, это вы, наверное, первопроходцы, так сказать, которые с MLM бизнесом формируют будущее, когда обычный клиент, который направлен на получение своего дохода, он вкладывает инвестиции в растущий бизнес, высококонкурентный бизнес, то есть у вас разносторонний бизнес, и нефть, и золото, и сельское хозяйство, и высокие технологии. И вот SkyWay это, наверное, один из показателей вашей работы, которая заслуживает такое уважение, потому что высокие технологии, как обычно говорилось, они формируются где-то там, за рубежом, особенно арабы. У них и архитектура, и строительство, ни одного здания нет похожего друг на друга. И неудивительно, конечно, что вы в этом рынке состоялись. Но вот как обычные банкиры и клиенты, которые привязаны к этой банковской системе пока, они все, естественно, будут задавать вопрос, а каким образом я могу получить эти средства, эти дивиденды свои, которые инвестиции, клиент, который вкладывает, ну обычно у нас карты банковские, там платежная система известная. Вот каким образом здесь имеется доступ либо перспектива вот вашей компании, какое видение доступа к деньгам, к дивидендам, к своим инвестициям, доходам вашей компании? Ну, спасибо за вопрос, Елена. Хочу сказать в этом направлении следующее. Во-первых, продолжение разговора Максима. Для простого статистического человека, как и для простых компаний, я бы рекомендовал сначала изучить 8 правил частного инвестора наши, это база инвестиционных знаний, и пройти тренинговую игру гений финансов. Вот тогда все становится ясно, что такое вообще деньги и как с ними нужно работать. Если говорить о банковской сфере, я давно мечтал о том, что мы когда-то перейдем в инвестиционное направление, связанное именно уже с брокерским, с брокерскими компаниями, и естественно банковской деятельностью. Потому что фактически все, что мы делали, это было заточено именно под то, чтобы подойти к этому. И мы совсем недавно, скажем, поручили нашему управляющему, у нас есть управляющая компания, поручили, чтобы на нас был приобретен банк, именно нашу компанию, чтобы мы стали инвесторами именно банковской лицензии банка. И этот банк пока находится, скажем так, в офшорной зоне такой, но разницы нету, потому что эта банковская лицензия, она распространяется по всему миру. Второй момент, если говорить привыкшими вещами, карты Мастеркард Виза, хотя еще лет 20 назад еще не было привычным, все кэш носили, то мы создаем систему определенную платежей, при которой мы будем работать с Мастеркард Виза. То есть любой из наших пользователей сможет получить возможность заказать себе карточку, либо присоединить свою банковскую карточку к нашей системе и завести, вот как на Яндекс деньги, как Киви кошелек, примерно такая же ситуация. В этой системе заходишь, верифицируешься, если ты клиент уже нашего фонда СВИК, то автоматизация идет верификации, так как мы тоже соинвесторы этой системы. И не только мы, а и все наши пользователи, все наши партнеры, соинвесторы, которые вкладываются в образование, они также имеют возможность долевого участия через то, что мы даем подарки. Именно токены на баллы криптоюнита. И вот, если сравнивать с банковской деятельностью, все банки сегодня, они ограничены территориально и государственными законами. Хотя фактически сегодня мы видим, что уже на протяжении где-то 4-5 лет это все глобальные структуры банковские. Но еще удерживаются рамками границ государства. То, что мы сейчас думали сделать, это фактически подготовка к глобальному банку. Но глобальные банки, вот если взять сегодня глобальные банки, там Ситибанк американский, либо там европейские банки такие серьезные есть, там Парибасбанк французский, это финансовые группы. Кстати, вот в Академии частного инвестора мы как раз рассматриваем одно из направлений, что такое банковский сектор вообще. Мы его так полностью раскладываем. Что такое коммерческие банки, что такое банки финансовых групп, что такое вообще финансовые группы. И вот крупнейшие финансовые группы сегодня это глобальные компании. Одна из глобальных финансовых групп это китайская Union Pay. Они по принципу идут по тому, по которому мы пойдем. И опять же в Академии у меня есть один из уроков, где, я всегда говорю, не нужно с кем-то конкурировать. Вот смотри за крупными акулами и иди за ними. Как на рынке, да? Да, иди за ними. Вот тупо дыши им в затылок и всё будет хорошо. Они туда пошли, и ты туда пошел. Они туда пошли, и ты туда пошел. И всё у тебя будет хорошо, потому что ты за ними пойдёшь. И сегодня нужно смотреть за Китаем, куда Китай идёт. Потому что Китай является глобальным не просто государством, а глобальной инвестиционной группой, глобальной производственной группой. То есть нужно учиться у Китая. Китай сегодня через свою систему банковскую, он внедряется, он покупает банки во всех странах. Это очень правильный подход, я считаю. Зачем что-то с кем-то бороться? Нужно просто прийти, купить банк и ввести свою систему туда. У нас в Сингапуре сейчас компания уже открыта, у нас в Швейцарии компания открыта, которая имеет лицензии именно связанные все с криптовалютой, потому что мы сейчас один из главных моментов еще работать и с криптовалютой, как я сказал, и имитировать свою криптовалюту. И если говорить о криптоюните, это глобальный инвестиционный портфель, то есть это такая цифрованная акция, и у нас выпущено 80 миллиардов акций под эти 80 миллиардов токенов. А еще и чтобы криптовалюта своя была в качестве юнита. И одна из главных задач, уже сегодня юниты у нас входят как учетная единица пока, а потом мы сделаем это как учетная единица меры между пользователями в системе Interchange System. То есть Interchange System есть такое видео, коротенькое, что это такое, я там рассказываю. То есть это система взаимообмена между пользователями. И вот благодаря тому, что это глобальная такая сеть, в рамках, опять же, с помощью крипторынка мы сможем работать более расширенно, чем сегодня дает банковская система. А за счет того, что мы еще предоставляем возможность стать совладельцами глобального инвестиционного портфеля, безопасность, скажем так, размещенных средств человека будет гораздо выше, чем в отдельно взятой стране. А так как мы, вот недавно задали вопрос мне, Андрей, я так понял, вы хотите деньги собирать в России и выводить их на Запад? Я говорю, нет, ни в коем случае. Мы хотим деньги собирать в России и вкладывать их в Россию. Он говорит, зачем? Я говорю, как зачем? Для развития экономики России. То есть мы с помощью людей можем поднять экономику России. И об этом, кстати, говорил наш руководитель страны, Владимир Владимирович Путин, на Валдайском клубе, если не ошибаюсь, 16-й или 15-й год, где он говорил, что нужно так создать условия, чтобы люди стимулировали развитие экономики страны. И сегодня, вот буквально подписано совсем недавно, вот несколько дней назад, его указ, и приняло это, скажем, и правительство, и в Думе приняты депутатами, это краудинвестинги закон, вот краудфайдинги, вернее, закон. То есть и там, что очень интересно, что финансирование может осуществляться микроинвесторами до 1 миллиарда рублей в год. А это очень хорошо, потому что уже с помощью краудфайдинга можно получить такой акционерный капитал в IT, малыми средствами, и любое предприятие, вновь развитое, или которое хочет развиться, оно может по алгоритму по-особому получить доступ к этой системе, к народным деньгам. Мы решили это саккумулировать и дать более глобальные возможности, которые могут быть для человека. То есть это диверсификация рисков. Поэтому, если сравнивать опять же с банковским сектором, с традиционным, он хороший, очень много чему нужно учиться у традиционной банковской системы. Мы ни в коем случае не собираемся конкурировать с банковской системой, потому что как можно конкурировать, ну не знаю, с колодцем, с которого ты пьешь воду, да? Что, сделать какой-то новый колодец только вырыть? Зачем, когда уже есть колодец, да? Одна из главных задач нашей стратегии – это партнерство со всеми. И если надо будет запартнериться с банками России, с какими-то банками, мы, значит, найдем возможности, как запартнериться, чтобы банкам было выгодно и нам было выгодно. Ну да, это, в принципе, очень благородная такая миссия, потому что я так понимаю, что сейчас, на сегодняшний день, есть и некоторые проблемы у юрлиц, которые имеют свои предприятия, свои стабильные бизнесы, не могут получить финансирование, или там не могут кредитоваться в полном объеме. Это и заводы, и маслозаводы, и другие заводы, изготовители. Это фактически 90% предприятий любой страны. Да, они не могут дальше двигаться, потому что много, много, да. Ну, проблема в том, что банковский сектор традиционный, ну, скажем, финансовый, не банковский, а традиционный финансовый сектор сегодня ограничивает доступы к кредитам, а еще огромное количество есть финансового сектора крупного, который специально дает кредиты для того, чтобы потом поглотить предприятие. Ну, предприятие разрослось, опа, давайте мы его поглотим, да. То есть, опять же, это не вина банковского сектора. Я еще раз повторюсь, что есть финансовые группы крупнейшие, да. А что такое финансовая группа? Это и банковский сектор, и страховой, и производственный. И, естественно, финансовые группы, это даже не финансовый институт, финансовый институт, это связано исключительно с финансами. Финансовая группа — это все. И, естественно, это крупнейшие корпорации, которые таким образом, что либо убивают конкурентов, либо забирают конкурентов к себе. Понятно, да? И за счет этого, за счет этого глобализма мирового, конечно же, страдают кто? Простые предприятия, простые предприниматели, а, соответственно, и люди. Потому что если предприятия начинают, скажем, банкротиться, значит, предприятие не может работать, люди потеряют рабочие места, и это серьезная проблема будет. И эта проблема может постепенно привести к глобальной социальной проблеме, которая может наступить с внедрением автоматизации и роботизации процессов многих. И мы можем, вот с созданием нашего глобального инвестпортфеля, мы и являемся целью нашей, не допустить этой социальной катастрофы, отдать людям сегодня через финансовое образование, чтобы они понимали, что не просто нужно работу искать, а нужно желательно научиться инвестициям и инвестированию, и инвестировать в разные направления, и даже туда, где ты работаешь. И поэтому предприятия, в которые мы будем направлять свои инвестиции, мы будем поддерживать экономику, рабочие места и возможности, даже если человек, ну вдруг автоматизацию процессов полностью сделали, и вдруг там рабочих мест не оказалось, ну не нужно уже много, но так как люди стали соинвесторами не только этого предприятия, а еще других предприятий, они будут нормально жить и получать гораздо больше, чем дивидендного дохода, чем у них зарплата была. И поэтому одна из главных целей еще наша, чтобы люди занимались тем, что им нравится, а еще и задача научить людей, чтобы то, что им нравится, то есть свое призвание, предназначение, превратить в финансовую модель развития на полезность обществу. И вот наша основная цель, конечно же, это стать подобием финансовой группы, но чтобы люди на планете Земля были совладельцами этой крупнейшей глобальной финансовой группы. Можно я задам вопрос? Он относится непосредственно, вот для меня это очень важно, потому что я услышала, Андрей, что у тебя есть такая цель вырастить миллион миллионеров. Да, создать. Создать. Создать и вырасти. Да, есть эта цель, я ее поставил еще в 2011 году, потому что тогда я сказал, я хочу стать миллиардером, не просто миллиардером, такие вот, которые были до этого, а миллиардером нового поколения. То есть, так называемые, просветленные, продвинутые миллиардеры, которые создают благо и полезность обществу. И я понял, для того, чтобы мне стать миллиардером, я должен создать миллион миллионеров. В противном случае, я не стану миллиардером. А так как я уже стал миллионером и не раз становился, были взлеты, падения, был банкротом два раза, я понимал, как быстро можно выйти из этого состояния, как быстро можно помочь человеку стать, ну, скажем, стать миллионером, потому что есть понятие «заработать миллион», есть понятие «быть миллионером». То есть, человек, когда становится миллионером, а потом, скажем так, есть миллионер, даже если у него деньги все забери, как это у меня было, да, то есть, обанкротился, все деньги забрали, еще минус миллион, я все равно верну больше за очень короткий срок. Почему? Потому что есть знания. И вот одна из главных задач – это дать такие знания людям, естественно, отчеканить практику у людей, чтобы они могли стать именно такими миллионерами. Но вторая задача важная – это нести, ну, скажем, возможности быть миллионером. И я, естественно, один не смогу стать, и, естественно, нужны партнеры, помощники, и окружение, которое тоже уже стало миллионерами или хочет стать миллионером, естественно, распространяет такую информацию. А самый лучший способ распространения информации – это на уровне маркетинга. Ничего лучше в жизни не придумано и в истории. Вместе с тобой. Ну что, вот еще вопросы. Спасибо огромное. Спасибо большое. Вопросов много. Много. В самом раз в Москве, в которую, по-моему, уже ответы услышали. Я вам хочу сказать, что за пять лет работы, с 11-го подготовка шла, потом с 14-го фонд СВИН запустился, вот я хочу сказать, что все люди, которые к нам сейчас приходят, даже партнеры западные, наши российские, бывшие страховые национальные, и в Казахстане, и в Белоруссии, и в Украине, и в Киргизстане, и в Узбекистане, да. Вот такое ощущение и в Индии, и в Китае, по всему миру приходят. У нас сто, сколько, у нас сто восемьдесят пять стран, которые люди зарегистрировались, и кнопку нажали, да, поддерживают наш проект, наше движение. Так вот, мы не обойдемся, ну, во-первых, мы не обойдемся без мира, и мы очень поддерживаем направление, вот даже флаг висит генерал импера за мир, потому что это общественное объединение, которое мы очень сильно поддерживаем, и мы хотим, чтобы, ну, скажем, есть такое понятие народной дипломатии, чтобы люди понимали, что от нас зависит очень сильно это мир во всем мире, потому что сейчас в большей степени не людям нужна вот эта вот неразбериха в мире, а некоторым элементам, скажем так, да. Вот если у людей будет высокая гражданская позиция, и они будут за мир, то тогда мы быстро все сможем сделать и объединиться, потому что мы идем к глобализму, хотим или не хотим. И тут есть два варианта прийти к глобализму, да, либо через глобальные корпорации, либо через глобальное такое вот народное управление. То есть, но у людей тогда должно быть высокое сознание. И вот мой призыв ко всем посланиям, да, чтобы люди понимали, что от нас зависит наше будущее. Не от какого-то взятого президента, там, ну, никто не президент, никто, да, они решают очень более глобальные вопросы, да, на уровне страны, там, кто-то президент более достойный, кто-то менее достойный своей страны, там, своего народа. Но от людей зависит их будущее. И вот наша главная цель – это ликвидация финансовой безграмотности, ликвидация бедности и нищеты через образование, через финансовое образование. Если люди будут финансово грамотными людьми, они будут богатыми от своего бога. И тогда забери у них деньги, они все равно потом будут не очень больше. Вот наша основная цель, наша стандартность. Потому что будет полезно, естественно. Программа «Криптоюнит» обеспечивает возможность стать совладельцем, пайщиком, дольщиком, акционером глобального инвестиционного портфеля, которое работает более чем в 20 сегментах и секторах инвестиционного рынка. «Криптоюнит» – это шанс для людей изменить реалии своей жизни, заниматься тем, что нравится делать и жить в достатке и процветании, быть важным для общества и приносить огромную пользу другим людям, решить проблему классового неравенства и ликвидировать бедность и разруху, создать наилучшие возможности, которые бывают один раз в жизни у каждого человека. Программа «Криптоюнита» – это то, чего ждали 90% людей на планете. Спешите забрать свой шанс, свою удачу, свое обеспечение. Обратитесь к тому человеку, который дал вам это видео.